Добрый день! Мы по-прежнему по средам играем на своем поле. Сегодня по-прежнему у нас работает телефон студии 65 10 99 6, код города 495. И если у вас есть какие-то свои мысли или вы хотите подискутировать с нашим гостем, то у вас есть возможность написать на сайте Финам.фм на страничке программы на своем поле. Сегодня тема звучит следующим образом. Современный фанат, кто он, его портрет. Если вы относитесь к фанатскому движению и сами предпочитаете смотреть спортивные соревнования не сидя у экранов телевизоров, а непосредственно на зрительских трибунах, если наоборот не ходите на стадионы, потому как боитесь попасть под вот это шикарное по своей эмоциональной страсти и накалке болельческое движение, то тоже вам к нам на программу страничка на своем поле. Ну а что касается нашего гостя, то о фанатском движении. Мы будем говорить с человеком, который называет себя исследователем этого уникального, как мне кажется, социального явления. Ой, упаси господи, от меня критики обозвали. Добрый день. Добрый день. Это Дмитрий Лекух, журналист, наверное, литератор, если так вам будет удобнее. Ну, наверное, так, да. Может, как угодно называйте, только в печку не и ставьте. Не буду ставить печку. Дима, давайте сразу сначала самого главного, самого горячего. Вот буквально снимается с ленты новостей, как любят говорить мои коллеги, новость о том, что накануне Вячеслав Фетисов предложил убрать фанатские трибуны. С чем это связано? Почему вдруг человек, который сам знает, что такое фанатская болельческая поддержка... Не знает. Дело в том, что, конечно, не знает. Дело в том, что хоккейные фанаты, в принципе, это те же самые футбольные фанаты, но, как правило, по крайней мере, в России, но слава уважаемый человек, искренне уважаемый мной. Я считаю, что величайший действительно хоккеиста не просто слава российского и советского спорта, но и как личность достаточно много сделавшей, ну и просто интересный человек. Но вот когда я услышал вот это от него, у меня был, простите, один вопрос. Он перед данной инициативой тренировку не проводил, но в смысле шайба в голову не попала. Да нет, я серьезно говорю, на самом деле, дело в том, что то, о чем он говорит, это прямо противоречит всему европейскому опыту последних 30 лет. Потому что крайне наивно представляют, что фанатский сектор, будучи ликвидированным, растворится в обычной болельщинской массе. Эта болельщинская масса растворится в фанатском секторе, а Англия это проходила. В 70-е годы прошлого века, когда были жуткие драки непосредственно на стадионах, стенка на стенку. И, собственно говоря, фанатский сектор – это одна из мер безопасности, абсолютно нормальной, абсолютно вменяемой. Потому что нет, вот поверьте фанату, нет ничего более страшного, и нет существа более страшного, чем обычный полупьяный 40-42-летний толстопузый болельщик, который может завестись буквально с полпинка. А вот если вспыхнула драка, и рядом находится кто-то из серьезных людей, из организованного движа, то он уже не сможет просто физически оставаться в стороне. Опять-таки это проходили не только мы, это проходили англичане, проходили немцы, проходили итальянцы. Все пришли к тому, что необходимы фанатские секторы. Поверьте, я сам не в восторге от понятия фанатский сектор, потому что ты заходишь особенно на выезде как в клетку, и ничего в этом приятного и хорошего нет. Но, в общем, все вменяемые люди понимают, что это одна из необходимых мер безопасности. Это не... Ну, еще раз я говорю, дело в том, что вот о футбольных хулиганах есть много легенд. Одна из них о том, что они многочисленны. А вы хотите с ней поспорить, с этой легендой? Ну, да, что с ней спорить, на самом деле. Дело в том, что организованная структура, вот хулиганская, это, опять-таки, не только у нас, это и в Англии, это и везде. Она физически не может быть больше, там, я не знаю, 120, там, 100-120 бойцов, да? Но их страсти хватает на весь остальной. Нет, дело не в этом, а дело в том, что любой из этих парней, в принципе, он готовый травммейкер. И, если нужно, он заведет всех вокруг себя, и поэтому их хватает. Только большой клуб может позволить себе больше 5-6, кстати, таких организованных фирм. Поэтому, если говорить об элите движения, то она достаточно немногоочисленна. Ну, как любая элита, это нормально. И вот большего подарка хулиганскому движению, чем предложил великий русский хоккеист Слава Фетисов, даже представить себя сложно. А в чем это выражается? В чем подарок? Ну, потому что, господи, можно завести, если ликвидируется фан-сектор. Приходит отдельно взятый фанат, хорошо прошедший хорошую школу. Ну, во-первых, он не приходит один. То есть 5-6 человек. Ну, почему 5-6, извините. Да, 500-600 в разных точках. Да, даже просто они пришли посмотреть футбол. Вот просто пришли посмотреть футбол. Рядом, вот как я говорил, где-то схватываются между собой два толстопузых нормальных болельщика, которому одному не понравилось, что кричит один, и что другому не нравится, что кричит второй. Дальше понимаете, по каким законам это развивается. Дальше в драке участвует весь стадион. Конечно, дальше в этой драке начинает принимать участие весь стадион. Это, еще раз, это проходили настолько много раз, это именно поэтому в Англии, вот как один из элементов борьбы с хулиганством на трибунах, были внедрены фан-сектора за воротами. Особенно это касается гостевых секторов, потому что, ну, понятно, что гостевой болельщик, он всегда приманка для болельщиков домашнего, для фанатов домашнего. Это нормально. Вернее, это нормально, ненормально, это можно считать как угодно, но это есть, как ветер в лицо. Но вот вы выходите на улицу, вы же зонтик берете, если дождик идет. Ну и здесь тоже самое. Смешно, на самом деле, об этом рассуждать. Ну, ну что, ну, конечно, у нас инициативы в последнее время бывают в законодательстве такие, что... Странные. Да, дойдет. Дима, расскажите мне, пожалуйста, в связи с чем вдруг так стали часто говорить о болельщиках? Ведь если ты все время в этом информационном потоке находишься, в коем, да, я все время пребываю, каждый день приходят новости про болельщиков. Там спровоцировали драку, здесь кинули петарду, там пошли стенка на стенку. Ведь раньше, как мне кажется, такого не было, еще там 2-3 года назад, но как-то очень много. С чем это связано? Да, бросьте. Я начинал болеть за «Спартак» в 1977 году. И вот точно так же кидали петарды и дрались... Ну, петард не было, но вот мое боление начиналось с того, что меня тогда 12-летнего сопляка в первый же мой приход на стадион забрали в милицию. Прекрасно. Прекрасно. Да нет, это можно называть прекрасно, можно называть не прекрасно, это вот так, как оно есть. На самом деле, крайне наивно говорить, да, в других формах, но все было то же самое. Точно так же дрались. Просто, ну, где-то не доходило, не было такого информационного поля. Понимаете, мальчишки всегда дерутся. Но согласитесь, когда дерутся 12-летние мальчишки, и когда дерутся, как вы говорите, пузатые 40-летние мужики, то последствия несколько разные. Ну, да, согласен. И, опять-таки, я же не говорю, что это хорошо. Я вообще стараюсь уходить от этических каких-то оценок при оценках ситуации там с движением, движений. Дело не в том, что это хорошо или плохо. Дело в том, что это так есть. И, опять-таки, 40-летние дядьки, они всегда в пивных дрались. И только пивные сейчас стали более, скажем так, публичными. Ничего необычного не происходит. Меня все время мучает этот вопрос. Кто такие фанаты мне задает этот вопрос? Ребят, да они же не с Марса прилетели. Вот говорят, это жуткие какие-то пролетарии. Ребята, вот в Москве огромное количество фанатов. А где бы вы видели в Москве пролетариат? Таджиков на стадионе я пока что не видел. Это тот самый ваш любимый средний класс. Это ваш сосед. Да, это вообще на самом деле. Это ваши дети. Это ваши братья, сестры. Это ваши соседи по личной клетке. Но согласись, когда это мой сосед, это один человек. Когда этот сосед приходит на стадион, то это совершенно другая уже личность, это другая культура. Да нет, тут тот же самый человек. Просто поведение любого... Да нет. Но, в общем, по лицу получить, на самом деле, можно у любой... Вот сейчас палатки, слава богу, Собянин ликвидировал. А так можно у любой палатки в Бирилево получить по лицу точно так же, как на стадионе, совершенно спокойно. Ну, возле палатка я непонятно, за что получу. А возле какого-нибудь фанатского сектора «Динамо» понятно, за что, если я приду с красно-белым шарфом «Спартака». Ну, так, а зачем вы туда идете? Именно на тот сектор. У вас же свой есть. Я вот сам «Спартаковец», у меня в голову не придет. Я же не кабекаться-то, на вражеский сектор-то идти. А вы не боитесь ходить на футбольные матчи именно в связи с тем, что можно получить по лицу? Я нет, более того, меня, естественно, знают все в лицу, и враги, и друзья. А смысл? Во-первых, на самом деле, опять-таки, возможность получить по лицу в общем-то, очень серьезно преувеличена в данной ситуации. Потому что, вот, ну, надо понимать, культура движения – это своеобразная субкультура. Дело в том, что еще мы немножко собезьяничали. Ну, как немножко? Множко собезьяничали. Естественно, современная фан-культура пришла в Россию из Британии. Ну, да. И в Британии в 80-е годы, как раз в конце 70-х, начале 80-х, когда начались гонения на хулиганов, когда вот это начались ликвидации, когда появились те же самые фан-сектора, о которых мы говорили, появилась одновременная так называемая культура кэшелс. Субкультура, точнее, кэшелс. Это, видите, ребята, как правило, не носят цвета своих команд. Они ходят, ну, скажем так, по гражданке. Просто модно, хорошо одеты. Аккуратно подстрижены, стараясь быть максимально незаметными. Ну, именно это и есть то, что сейчас называется… Шпионы. Нет, это и есть хулиганы. Никогда хулиган не наденет. Вот, знаете, нет ничего безопаснее, на самом деле. Ну, это если вы не боитесь получить по лицу от такого же пьяного обморока, как вы сами, когда идете на стадион, то вот получить по лицу от хулигана противоположной команды фактически невозможно. А скажите мне, Дим, мы можем потом поговорить о, знаете, чем, насколько действительно фанаты хотят прийти поболеть за свою команду или хотят прийти, включиться в фанатское движение и все-таки поучаствовать в нем. Да только поболеть. Они разбираются в своих фанатских вещах за пределами стадиона. Мы об этом продолжим говорить сразу после новостей. Сейчас на Финам ФМ Новости у нас перерыв на полторы минуты, фанатское движение, сегодня тема программы на своем поле. Добрый день тем, кто к нам присоединился. У нас сегодня спортивная программа, сегодня вместе с журналистом Дмитрием Лекухом рисуем портрет современного фаната. Дмитрий, еще раз вас приветствую. Еще раз здравствуйте. Расскажите мне, действительно ли мы с вами поговорили буквально за минуту до новостей о том, что фанаты приходят действительно болеть за свою команду или же это движение и культура, которое позволяет собираться вместе и если вы приходите, соответственно, на футбол, то он немножечко остается на заднем плане или на хоккей. Ни в коем случае. Это легенда, которую я, в общем-то, не раз слышал, о которой говорят, в общем-то, люди далекие от футбола, от движения, от фанатской среды вообще. В принципе, различие между фанатом и болельщиком достаточно простое. Так. И именно в этой модели, именно это различие и приводит к той модели поведения, которую неправильно толкует. Дело вот в чем. Болельщик, он приходит на шоу, он приходит посмотреть, в общем-то, спектакль. Так. Поболеть, попереживать за своих. Фанат, участник представления, он актер. Вот в этом и вся разница. Он участник шоу, он гонит свою команду вперед. Он устраивает вот этот красочный перформанс. Хотя я, в общем-то, не сторонник этих перформансов. Я больше предпочитаю олдскул британский, когда поддерживают команду голосом и руками. Не люблю пиротехнику. Ну, так или иначе, возможно, разные формы. Он вовлечен в действие. Именно поэтому и говорят, что как это так, они там иногда стоят спиной к полю. Да, естественно, у организаторов перформанса и возможности нет стоять лицом к полю. Он руководит перформансом, он руководит сектором, задает команды, задает ритм, там еще что-то в мегафон орет. Естественно, это часть представления, это часть шоу. То есть, когда говорят, что болельщик – это шестой игрок, если это баскетбол, да, там, двенадцатый, если футбол, это правда. Болельщик – это зритель. Фанат. Фанат – это да, это абсолютная правда. Попробуйте. У нас иногда бывают такие казусные ситуации, когда чаще всего по вине, кстати, все тех же фанатов, команды играют без зрителей. Смотреть на этот футбол без слез невозможно. Более того… Вы знаете, на весь российский футбол в девяносто процентов случаев многие скажут смотреть невозможно. Это тоже легенда, на самом деле. Я смотрю достаточно… у меня, когда есть свободное время, я смотрю европейский футбол достаточно много. А в свободное время вы смотрите матч между какой-нибудь Нижегородской Волгой и Саранской Мордовией? Ну, я вам могу сказать, что я и в Италии игру между там, допустим, Дженой и Катаней смотреть вряд ли буду. Да, естественно, когда ты не участник, когда играет не твоя команда, ты смотришь лучшие образцы футбола, и не надо обвинять российских болельщиков в том, что они не смотрят Волгу, там, я не знаю, Мордовию. Но это, в общем-то, не их задача. У них есть свои команды. И точно так же, что в европейском футболе мы смотрим лучшие образцы. И я не могу сказать, что, нет, есть, я не могу сказать, что мы там приближаемся к уровню Премьер-лиги, но средний уровень серии А, итальянская, то же самое, ну, вполне соответствует игре чемпионата России. Нечего этого стыдиться, надо говорить прямо, в общем-то, мы делаем достаточно вменяемый продукт, но дело в том, что я вот вернусь к этому. Если фанатов, если зрителей нет, этот продукт вообще не имеет никакой ценности. Вот просто посмотрите, эту картинку ни один телевизионщик продать никому не сможет. Ну, как правило, да, такие не собирают матчи. Это жутко скучное зрелище. Футболисты бегают не так, потому что у них нет то же самое. Но представьте себе, когда 30 тысяч человек у тебя за спиной орут, тебя поддерживают. Естественно, побежишь по-другому. Да, когда болельщики, ты по-другому играешь, да. Конечно. И вот как раз поэтому и надо понять простую вещь, что фанат, он полноправный участник действия. И когда этого не... Почему и фанаты обижаются? Они точно так же на своих вот баллистов, потому что они точно так же играют за свою команду, как они считают. А вы считаете, что у болельщика есть моральное право, как это было, да, приехать на базу своей команды и сообщить, что если вы, уважаемые парни, больше так играть не будете хорошо и ярко, а будете играть так, как в последнее время это делали, то будет вам всем черная дыра. Ну, формы могут быть разные. Вы считаете, что у них есть моральное право так себя вести? Моральное право, наверное, так себя вести определяет каждый сам человек для себя, потому что для, в принципе, наверное, для цивилизованного человека так себя вести и не совсем правильно, не только по отношению к футболистам своей команды, но моральное право спросить с них, безусловно, и есть. И даже тут не о чем говорить, потому что, ребят, футбол, игра не для этих миллионеров, которые по полю бегают, футбол, игра для болельщика, для фаната. Вы бегаете для тех людей, которые приходят со своим рублем на стадион, для тех людей, которые смотрят дурацкую рекламу по телевизору во время трансляции. Для тех людей, благодаря которым у ваших клубов покупают права на эти телетрансляции. Вот если этого футболиста, а этого, к сожалению, многие футболисты не понимают, и владельцы клубов иногда этого не понимают. То есть, грубо говоря, фанаты ставят немножко на место взорвавшихся футболистов, владельцев клубов и манеджеров. Да нет, ну просто футбол — это игра для зрителей. Просто без зрителей все это действие, это 22 дурака бегают по одному зеленому квадрату, да, и гоняют мячик. Для здоровья. А если вы играете на деньги, за деньги, вы играете при большом стечении народов, ну это как это, извините, рок-музыкант вышел и сказал, что зрительный зал пошли вы отдыхать. Это мог себе Джимми Моррисон позволить. Наверное, может Пол Гаскоин позволить там своих фанатов послать куда угодно. Ну ты для этого стань великим. А когда просто молодые ребята, еще приехавшие, да зачастую из других стран просто приехали, а что, мы отработали контракт, извини, дорогой, ты не у станка стоишь. Твоя часть работы и общения с прессой, твоя часть работы — это болельщики, это те, кто тебе платят деньги, это твой работодатель. Дим, вы сказали, что смотреть на футбол при пустых трибунах — это грустно, и я с вами соглашусь. Как отнеслись в фанатской среде предложения, которые есть в законе о болельщиках, о том, что билеты продавать по паспортам, соответственно, осложняется ситуация? Вот как Южная Корея отнеслась к тому, что Северная Корея взрывает ядерные бомбы? Плохо отнеслась. Но понимают прекрасно, что это все равно рано или поздно произошло. — Естественно, да нет, понятно, что дело в том, что закон, который сейчас называют законом о болельщиках, вообще-то, на самом деле, штука предельно нужная. И я им занимался как журналист, помимо всего прочего, не только как фанат. Там более того, там о болельщиках, там малая часть. Вообще закон об организации соревнований. Дело в том, что мы вообще живем в условиях правовых дыр. Да, и вот закона об организации массовых спортивных мероприятий у нас в стране не было. Вы будете смеяться. У нас не определено законодательность, за что отвечает организатор, за что отвечает принимающая арена. Будете смеяться, для любого сотрудника правоохранительных органов стерд, это какой-то дурак в манишке, потому что он просто не имеет правового статуса. Вообще никакого. Нет его. — Теперь это закон о болельщиках, это все определяет. — Закон это вводит просто в определенные правовые, нормальные, вменяемые рамки. А та часть, которая, собственно, естественно, в этом законе, он, с моей точки зрения, он сыроват. — А давайте вот будем говорить конкретно. Есть какие-то пункты, которые вам нравятся, в нем которые вы одобряете, и если можно назовите то, что действительно регламентирует правильную культуру боления и проведения футбольных, например, матчей, баскетбольных, мы же обо всех видах спорта сейчас говорим. Есть те моменты, которые, по вашему мнению, сыроваты, что нужно доделывать. Буквально по нескольким пунктам. Что хорошо, что плохо. — Да нет. — Вы понимаете, в чем дело? Там, давайте скажем глобально. Во-первых, этот закон просто нужен даже в таком сыром виде, просто потому что лучше он, чем ничего. А спорить там можно до бесконечности. Что касается части болельщиков, он, в общем-то, достаточно болезненный для фанатья, но достаточно справедливый, это признает все, устанавливает персональную ответственность за совершенные проступки. Это единственное, на самом деле, при помощи чего можно навести порядок на стадионах. Это принимают прекрасно все, и все с этим соглашаются. То есть все понимают, что это рано или поздно должно было произойти. Опять-таки, это не только наш опыт. Это Англия, Германия, Франция, Италия. — Но в Англии, насколько я помню, очень жесткие меры были в отношении к тем фанатам, которые ведут себя крайне некорректно. — Дело не в этом. Там самое главное не столько жесткость меры. Английское законодательство вообще уникально и иногда довольно смешно. Но победили они не за счет жесткости меры, они победили за счет неумолимости буквально наказания. Потому что вот эти вот камеры, которые стоят на стадионе с высоким достаточным разрешением, которые там активно тыкали, сначала даже не было веб-камер, а просто стояли, снимали обычными бета-камами. Но они позволили очень четко выделить тех людей, которые могут нести ответственность за совершенное противоправное действие, не трогая остальных. И как только появилось персональное, не клуб отвечает, который вот клуб заплатил за болельщиков, часто слышим, да, там или там еще что-то. — Вчера все, зенит создал прецедент. — Ну это, опять-таки, все прекрасно понимали, что это рано или поздно должно произойти. Это может нравиться и может не нравиться. Это должно было произойти. — Ну это честно и правильно, если ты кидаешь петарду, если ты попадаешь в футболисту в глаз, то извини. — Ну в общем, да, в общем, люди должны понимать, на что они идут, иначе ни один бунт не имеет смысла, если этот бунт не несет заведомо безопасный. Бунт в искусстве, бунт в спорте то же самое. Если бунт заведомо безопасный, он смысла не имеет. И люди должны прекрасно понимать, на что они идут, если они идут на такие поступки. И то, что их повяжут, извините, засунут в клетку, ну это часть правил игры. — Но это в Англии остановило такие совершенно сумасшедшие выходки. — Ну естественно, в клетку-то никто не хочет. Персонально в клетку не хочет никто. В толпе спрятаться легко. — То есть всем скопом, пожалуйста, и по кричам, и по гоням, и по вредничам. — Да, конечно, номеру и смерть красная. Это, да нет, еще раз я говорю, вот о фанатах говорят, как о каких-то инопланетянах. Это нормальные московские парни, такие, как мы с вами. Там девчонок, кстати, тоже хватает, хотя я против. — Про свой фанатский опыт, если можно, я вам расскажу. Через минуту у нас сейчас в половину часа новости. На Финам.ФМ мы обсуждаем спортивное фанатское движение и вернемся в студию буквально через полминуты в программу «На своем поле». Сегодня вместе с журналистом и исследователем фанатского движения Дмитрием Лекухом мы рисуем портрет современного фаната. Так вот, как и обещала, рассказываю о том, как у меня был опыт фанатского боления. Я попала в 2011 году на матч в Краснодаре между ЦСКА и «Зенитом» и попала на фанатский сектор. В общем, когда меня оттуда вытащили, ну, ввиду того, что я была знакома, соответственно, с людьми, которые организуют этот матч, я, в общем, поняла, что мне ни в баню больше не надо ходить, ни на демонстрацию не надо ходить. Я была измочалена вот душевно и физически, был сорван голос, после чего я поняла, что если я пойду в следующий раз на такой большой фанатский матч, ради него полечу в Краснодар, то я буду сидеть где-нибудь там подальше. Подальше, подальше от фанатов. Ну, каждый выбирает для себя, люди же не под угрозой расстрел туда идут, людям нравится это. Что вас привлекает в этом деле? Вот вы можете прийти на футбол и точно так же поболеть за свою команду, покричать на тренера, если он сделал неправильную замену, погнать команду вперед, но сидя отдельно. Ну, собственно говоря, я тут же и не хожу на фанатский сектор, потому что все хорошо, в общем-то, вовремя. Когда, знаете, 18-летний мальчик изображает из себя умудренного старца, это смешно. Ну, и когда там человек в 45 с небольшим лет, там, как у меня, прется на трибуну боя, пытается зажигать среди молодняка, ну, надо, во-первых, и место освобождать для молодых волков, они приходят постоянно на трибуну, на сектор. Это нормально, это правильно, потому что поколения должны меняться, и люди должны... Иначе в чем смысл? Еще раз, это городские традиции, это нормально. Вот еще у города, у любого мегаполиса есть своя жизнь внутренняя, и вот эта часть этой жизни мегаполиса, это у нас по-своему, британцы немножко по-своему, у них вообще смешно очень, у них там локальная культура, и если ты родился на Кинг-Кросс, у тебя нет шансов болеть за кого-либо, кроме Челси, да? Ну, вот просто нет шансов, если рядом Стэнфорд-Бридж, если ты родился где-то в районе Тоттенхэма, ты болеешь за Аспурсу, и даже не будучи евреем, хотя Тоттенхэм это команда в принципе... А если у тебя папа ходил на фанатский сектор? Ну, даже не в этом дело, дело в том, что это действительно локал-культура, они собираются после работы не по домам, а не во дворах, а в пабах, у них для этого папа есть. Вот собрались 40-летние мужики, сели, выпили пиво, поболтали, потом они пошли вместе на футбол, и так из поколения в поколение. Понимаете, у нас приблизительно так же, но у нас вот как раз скорее, если папа болел за Спартак, значит, сын будет болеть за Спартак, там не совсем так, там среда, там парни во дворе, парни в пабе, парни, с которыми ты вместе ходишь в школу, там пошел, не пошел в университет. Плюс, в отличие от России, британская фанатская культура, она все-таки насквозь пролетарская, потому что будете смеяться, там пролетариат сохранился. У нас, я фактически, я говорил, у нас, ну где в Москве вы найдете пролетария? А самое мощное фанатское движение, в принципе, все-таки в Москве. А в Москве, кроме таджика, никакого пролетария особо не найдешь. Дима, у нас сейчас присоединяется президент Всероссийского общества болельщиков, к нам на телефонной линии у нас Александр Шпрыгин. Александр, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вот тут пытаемся вместе с Дмитрием Лекухом рисовать портрет современного фаната и пытаемся выяснить, что же заставляет российского человека, да, жителя страны, стать фанатом, присоединиться к группе, которая болеет за тот или иной футбольный или баскетбольный клуб. Вот что конкретно вас подвигло сначала стать фанатом, а потом еще и возглавить Российское общество болельщиков? Что для вас главное в этой культуре? Ну, знаете, фанатам нельзя вот сразу взять и взять. Я вообще болельщик московского «Динамо». У меня, хотя в семье нет такого, что прям традиции, у меня отец болельщик «Спартака», и наоборот, чтобы было интереснее болеть, он говорит, ну ты болей с ног вот за «Динамо», там, я за «Спартак», чтобы было интереснее там просматривать по телевизору игры различные. А в возрасте примерно 11 лет я начал ходить на стадион, и по детскому билету у тебя неминуемо лежал путь в сектор активного боления, и когда несколько лет я провел в окружении одних и тех же лиц, то неминуемо влился в тусовку и стал уже частью фанатского движения, и все те проблемы, которые, скажем так, решает фанатская субкультура, я уже стал участником их решения, можно сказать, и много лет проведя на трибуне и проведя за командой по городам страны там и так далее, когда уже постепенно это превратилось в общественные организации, в общественные движения и так далее. Я возглавлял много лет клуб болельщиков «Московского «Динамо», а когда в 2007 году было образовано Всероссийское объединение болельщиков, возглавил его. А скажите мне, Александр, насколько для вас вот эта культура приемлема, та, о которой сейчас мы говорим, да, современный болельщик, который позволяет себе нелицеприятно высказываться по отношению к своей любимой команде, который позволяет себе бросать петарды, который позволяет писать себе какие-то плакаты и лозунги, ну, скажем так, нецензурного содержания. Насколько организация, которую вы возглавляете, с этим поддерживает или борется? Как с этим обстоят дела? Ну, знаете, в своих условных целях, я думаю, общественные организации как бы это не поддерживаются и с этим, скажем так, борются. Другое дело, что я часто бываю участником, ну, можно сказать, почти философских дискуссий о болельщиках, о среде, как с журналистами, так и в целом где-либо. Но я хочу сказать, что у нас фанат ничем не отличается от рядового члена общества и футбольная субкультура, и то, что происходит на трибунах, это средство того, что происходит в обществе, в не большей и не меньшей степени. Просто футбол всегда на виду, и те действия, которые происходят на футболе, они просто через СМИ отражаются в обществе. А то, что ты крикнул во дворе, это просто никому не интересно. Ну вот нам сейчас Дмитрий Рекух говорил о том, что кто такой современный фанат? Это человек, который живет точно так же вместе с вами во дворе, да, Дима? Вы подтверждаете же свои слова? Ну да, да нет, на самом деле, привет, кстати, Саша. Да, привет, Саша. Нет, естественно, знаком, где-то на каких-то ток-шоу пересекались. Да нет, все на самом деле, вот все правильно, мы же не с Луны прилетели. Но я, конечно, Саша немножко лукавит, потому что на стадионе происходит выплеск канализации определенной энергетики, и от этого никуда не деться, опять-таки это общее. Ну, наверное, это и хорошо, что это происходит на... Ну, в общем, да, мельчане говорят, у нас никогда не будет революции, потому что у нас есть футбол. Это, в общем-то, естественно, если есть агрессивность, если есть... А она в любом случае есть у человека, это в человеческой природе, ее надо где-то выплескивать и канализировать, и футбол не самое плохое для этого приложения. А так в остальном, да, это нормальные члены общества, то есть не с Луны свалился. Александр, мы говорим о том, что сейчас каждый болельщик, каждый фанат будет нести персональную ответственность за тот или иной проступок, да, и вчера дело с штрафом, который заплатил фанат «Зенита», в общем, стало прецедентом. Вы согласны с тем, что это как-то позволит более культурную такую вот маневру общего боления? Знаете, уже очень много лет, уже очень много лет и Российское объединение болельщиков и другие фан-клубы, все говорят о том, что ответственность необходимо персонифицировать для того, чтобы не было, знаете, как раньше, там, ответственность с секторами, как сейчас там премьер-либо предлагает, несквалифицировать фанатские сектора. Или вчера Тимон Арктистин сказал, давайте вообще там фанатские сектора упраздним, как это можно сделать, если это в нормах FIFA, UEFA прописано разделение там потоков болельщиков и так далее, да. Вот. Это, в принципе, нормально, вот то, что произошло. И я думаю, что это не связано ни с какими введениями там законодательства дополнительно, а просто должна быть неотвратимость наказания уже по действующему законодательству. И тогда никто не будет покрывать всех поголовно, знаете, одной краской мазать, а есть виновный в конкретном нарушении, но он несет ответственность. Все. Но это так должно быть, это нормально. А у нас это сделают как сверхпрецедент, а в остальном случае у нас, как правило, виновный не найден и виноват вся трибуна. А скажите мне вопросы Дмитрию и Александру одновременно. Вот тот набивший уже оскомину случай с вратарем московского «Динамо», когда бросили эту петарду, когда повредили глаз, гроговицу глаза Антона Шунина, ведь так же и не выяснили, кто был, да, я насколько понимаю. И я думаю, что кто-то, кто сидел рядом и в фанатский сектор, они знают, кто это сделал. Почему его покрывают и как относятся к таким людям? Я думаю, что они знают, потому что там было две тысячи болельщиков «Зенита», и все-таки масса разношерстная. И вы думаете, что они все две тысячи за ручку из Санкт-Петербурга приехали, и все друг друга знают. Но, как мне кажется, фанатское движение с друг другом знакомо, а все. Да нет, но на секторе может быть полмасса левых людей. Одним из руководителей фан-движения «Зенита», они сами не знают, кто это сделал. Более того, вы представьте фанатскую трибуну, у вас обзорность, один человек справа, один слева, но два внизу, все, вы же не видите всю трибуну. Вы что думаете, там вот вы на трибуне хоть раз стояли? Но как минимум четыре человека видели, что происходило. Как минимум четыре видели, но не факт, что они вот из организованного сообщества, а что они просто не приехали из города Ту или Рязань «Зенит» поддержать. Конечно. Дело в том, что на самом деле же тут чудес не бывает. И если там две тысячи человек зенитского фанатиста, это вообще не значит, что все они друг друга знают и все они представляют организованную часть, или просто они сталкивались где-то. На выезде там приезжаешь, господи, сколько раз сталкивались, когда на наших, на серьезных парней, там в каком-то Ярославле, это вообще считается адский выезд, там парни из Подмосковья на своих прыгали. Ну, они выпил, извините, пришел, ему, собственно говоря, и на команду-то иногда плевать, и на... Ну, побуянь. Это нормально, это, к сожалению, ну, что вы хотите, мы живем в этой стране. И не только у нас в стране, это то же самое. И на тех же, на британских секторах половина левых людей. Вот не нужны легенды, не нужны никакой конспирологии. Знаменитый случай есть, связанный с моим клубом, простит Саша, украду его время. Когда, помните, поздравление дедушки развернули на трибунах в Казани Адольфу Гитлеру. На самом деле проводили и сами расследование, и сами, и с ребятами из этого издания, не будем говорить, что это за издание, ежик, но это была комсомольская правда, разговаривал, признают, что ну да, вот такие региональные журналисты растянули на пять минут, все удивлялись, почему это на пять секунд растянули. На пять секунд, да. Баннер сфотографировала одно издание, тут же его выложила. И если бы дурачок, корреспондент не сфотографировался сам на фоне этого баннера с дуру, так бы никто ничего и не понял. А как я пойму, что там за тряпку подо мной растягивают? Кто что? Провокации, возможно, любые. Поэтому любой случай, только персональная, только индивидуальная ответственность. И по каждому случаю нужно разбираться, а не говорить обо всех скопом. Здесь я с Сашей абсолютно согласен. Александр, еще такой вопрос. Как относятся в фанатском движении вот к таким подстрекателям? Те, которые устраивают вот такие совершенно мерзкие выходки, которые заканчиваются порой и травмами футболистов, и вообще всякими неприятными разбирательствами. Знаете, очень часто относятся отрицательно и даже осуждают. Но другое дело, еще раз вам говорю, что не всегда, даже внутри сообщества, он эти клипы становить. Это его споймать сначала надо, потом уже. А есть какие-то критерии, по которым вы принимаете в общество болельщиков? Я не знаю, какие-то, бывают же экзамены, там, вузы. Что у вас есть? Вот я пришла с улицы, сказала, я Маша Петрова, хочу быть фанатом. Знаете, нет такого четкого экзамена, который вы пришли там на 30 вопросов, анкеты ответили и прошли тест на то, чтобы стать фанатом. Но можно, конечно, вступить в фан-клуб в свои команды, получить удостоверение члена клуба болельщиков, там, или фан-клуба, или купить карточку, там, фан-изнение, которая дает какие-то права. Но я думаю, что здесь именно больше понятий и статусов. Ты много лет ходишь на стадион, много лет в тусовки, зарабатываешь себе имя, участвуешь в мероприятиях всеми, проводим своим движением, туда автоматически в тусовку вливаешься и сам это начинаешь чувствовать. А просто вот сказать, вот я сегодня-сюда решил стать фанатом, купил шарф, пришел, сказал, ребят, ну, хочу стать фанатом, что ли для этого надо? Ну, я думаю, такого нет. Ну, да, конечно. Два-три года, когда проводят люди вместе, они всегда разбираются там. Ну, раз в неделю на стадионе встречаются. Они сами разбираются быстренько, достаточно, кто и что из себя представляет. Поэтому только время. Это, ну, как в любой среде, приехал в другой район, пришел во двор. Пока тебя поймут, время нужно, потому что тоже анкеты не заполняют. Александр, у меня к вам один вопрос, у нас остается. Почему? Можно, допустим, в тюрьме зайти в камеру и сказать, что ты вор в законе. Александр, буквально на 20 секунд у вас ответ. Мы говорили с Дмитрием о том, что он, в принципе, поддерживает создание и принятие закона о болельщиках, который регламентирует, прежде всего, организацию спортивных соревнований. Вы поддерживаете, как представитель всероссийского общества? Вам такой закон нужен? Ну, наша позиция такая, что закон в любом случае будет принят, и лучше принять участие в его разработке и работе с документами, и не устраивающие пункты оспаривать, аргументированно доказывать, чем просто его критиковать. А депутаты примут такой закон, от которого потом всем печально станет. Спасибо. У нас на связи был Александр Шпрыгин, человек, который возглавляет Российское общество болельщиков. Мы продолжаем в программе на своем поле рисовать портрет современного фаната. У нас в гостях непосредственно в студии Дмитрий Лекух. Фанат Спартака, но мы вернемся к этой теме буквально через полторы минуты. Добрый день тем, кто к нам только что присоединился. Мы обсуждаем фанатское современное движение в России. Если вы хотите рассказать о своем случае боления, если у вас есть возможность, вернее, желание подискутировать, у вас есть такая возможность. Телефон студии 6510-996, код города 495. Дмитрий Лекух у нас сегодня в гостях. И что касается фанатского движения, Дим, давайте с вами эту тему тоже немножечко продолжим. И еще мне бы хотелось, знаете, какую тему затронуть? Вот так или иначе и вы, и Александр Шпрыгин говорите, вот пришел там фанат нетрезвый, пришел фанат там подпил, там было все в английских пабах, а бывает такое понятие трезвого фаната? Бывает, почему? Я знаю очень много людей, которые не выпивают, тем не менее ходят, болеют и активно болеют. Да нет, это, опять-таки, здесь все очень просто. Это фанатское движение, полный срез Московской улицы, от дворника до академика. И пьющие, и не пьющие, там-то представлено ровно в том же процентном соотношении, что на Московской улице вообще. А никуда от этого не деться, да, но мы выпивающая нация. Но это звучит... Да нет, это звучит, на самом деле, далеко не так страшно, как говорят об этом средства массовой пропаганды, скажем так. Потому что, например, я, поездив немало, и как бизнесмен, и как фанат, я, например, глубочайшим образом убежден, что мы далеко не самая пьющая нация в Европе. К британцам мы, я не знаю, близко не подходим. Если бы я столько пил, я бы умер. Совершенно серьезно. Я, в общем, человек выпивающий, по-русски говоря. Там про всяких финнов я говорить даже не буду. Они просто достаточно... А так и немцы, и британцы, британцы вообще пьют страшно. Вот я просто знаю, как строится стандартная неделя, да, там понедельник, обед в пабе 2-3 пинты, вечер в пабе уже в локал, не рядом с офисом, а в локал, рядом с местом проживания. Еще 4-5 пинты, извините, это не нашего светленького лагера, а это нормального такого мужицкого или вечерком еще перед сном 100 виски или под телевизор, или там пару баночек лагера. Так каждый день, и только в пятницу вечером англичанин может действительно немного отдохнуть. Да нет, ну посмотрите, там в пятницу вечером страшно пройти там в некоторых районах, лежат просто все в лежку. Да нет, это не дело ни в этом, ну, надо признавать просто какие-то вещи, да, с этим надо бороться, да, с этим надо... Ну, это же невозможно, это вот Дон Кихот боролся с ветряными мельницами. Ну, понимаете, в чем дело, но ветряные мельницы Дон Кихот, как ни странно, победил своей борьбой. И потому что делать что-то нужно, но делать нужно прежде всего с умом и без истерики. Потому что когда, ах, вот эти ужасные пьяные фанаты, вот, ребята, вот там пьяных фанатов ничуть не больше, чем просто пьяных на московских улицах. Да, есть, да, и более того, фанаты своих не сдают, их стараются как-то там донести, спрятать. Ну, естественно, это нормально. Нормальная мужская какая-то солидарность. Может, с точки зрения закона в этом ничего хорошего нет, но с точки зрения человеческих каких-то понятий, естественно, ну, как, ну, товарищ мой, что-то, что-то делать. Ну, их ничуть не больше. Еще раз, это, к этому нужно относиться просто как к явлению, если ты действительно с этим хочешь каким-то образом бороться и сделать жизнь лучше, сначала надо подумать, как это делать, а потом уже начинать делать. Дим, давайте с вами вернемся к закону о болельщиках, которому посвятили много времени и мы с вами, и депутаты-законотворцы. Как вы думаете, когда он будет принят и как скоро что-то изменится? У нас, здесь я уже так, как политический журналист скажу, дело в том, что у нас правительство, организация в последнее время какая-то непредсказуемая, достаточно. И я, к сожалению, вообще, вот единственное, что я боюсь, да, что вот тот законопроект, который был достаточно толков, я его видел, над которым, как эксперт, принимал участие в работе Ишпрыгина, насколько я понимаю, он был действительно достаточно толковым. Он сыроват, но он не очень там где-то выверен. Но это все правится уже по принятию совершенно нормально. Вот я боюсь, что сейчас как бы не получилось так, что по дороге там не зашли бы какие-нибудь очередные эксперты из высшей школы экономики, не превратили его в какой-нибудь адский ад и ужасный ужас, как это у нас водится там с законом образования совершенно безумным, безумным, там, я не знаю, с нулем промилле, с зимним временем. Понимаете, у нас, я говорю... Все вспомнили. Да нет, ну просто правительство, это такая вот, с моей точки зрения, сейчас достаточно странная организация, с точки зрения законотворчества, я не оцениваю, с точки зрения исполнительной власти, но с точки зрения законотворчества, вот помните эту знаменитую цитату, да, когда вы говорите, мне иногда кажется, что вы бредите. То есть, вот, будучи, в общем, профессиональным, в том числе и политологом, политическим журналистом, скажем так, мягко, да, в чем меня постоянно обвиняют про кремлевской направленности, я могу сказать, что действия нашего правительства в законотворчестве мне в последнее время совершенно непонятно. В связи с этим вы не ожидаете в ближайшем времени, а, принятия этого закона, и, б, доведения его до ума. Да нет, его нужно принимать, его примут в любом случае, просто я не знаю, для меня загадка, сейчас там порядок прохождения документов. Там такая, там такие чудеса, чудеса-то творятся, что непонятно, какой документ вы получите на выходе, хотя ты видел болванку на входе, да, и вот что там происходит, ну, за это, ну, никто, наверное, изменяемых людей ручаться не будет. А то, что закон нужен и нужен немедленно, и, видимо, будет немедленно принят, это факт. Просто вот в каком он виде будет принят, ну, это загадка, для меня лично большая очень загадка, потому что, ну, законодательные инициативы, что правительство, что нашего депутатского корпуса, они все смешнее и смешнее. То есть вы ждете, если и принять этого закона, то с некоторым волнением, и с удивлением, что же вы там прочитаете в итоге? Да, я вот, я просто, вы знаете, не поломали бы, вот сделали фиговенький механизм, в принципе, но он будет работать, видно, что он будет работать. А вот что он и чудят, там, какой вечный двигатель к атомному реактору присобачен, на самом деле это все равно загадка, потому что прохождение законопроекта на разных этапах, оно непрозрачно и непонятно. Непонятно, какие силы могут вмешаться в самый последний момент. А скажите мне, пожалуйста, мы тоже много об этом с вами говорили, про персональную ответственность болеющих за ту или иную свою выходку. Как вы считаете, она действительно будет, вот эта поправка, да, действовать, если ты виноват, ты сам отвечаешь? Или это все тоже останется на бумаге, и клуб будет нести, в том числе, ответственность за то, что происходит? Ну, клубы сами заинтересованы, и клубы, и лига, и все заинтересованы. Вот здесь ситуация консенсусная, когда в персональной ответственности заинтересованы все, включая самих фанатов. Потому что фанаты понимают, что под персональную ответственность можно попасть под раздачу, но без персональной ответственности ты под раздачу попадешь намного железнее, и с куда большей вероятностью. Да, просто потому что рядом стоял. Это никому не надо. Слушайте, я вчера прочитала статью, не буду говорить, какое издание, потому как не помню. Вот один из авторов этой статьи предлагает в цену на билеты включать ответственность финансовую клубов за то, что происходит на поле. То есть, грубо говоря, если да, вы поняли, да, о чем я говорю? То есть не 50 рублей стоит, а 150? Ну, замечательный человек. Дело в том, что который вообще, видимо, я не знаю, вот есть у нас экономические публицисты без экономического образования, но этот человек тоже без экономического образования, это заветово могу сказать. Дело в том, что он просто не понимает простейших вещей в механизмах ценообразования. Дело в том, что, вернее, для начала в бюджете самого клуба. Во-первых, да, в бюджете любого европейского клуба первая главная доходная статья это продажа билетов и абонементов. У нас этого, к сожалению, пока нет. Это связано не с футболом. Это связано со средним уровнем жизни и с определенной инерцией, извините, мышления, которое связано еще со зрелищами советского периода, когда, в общем, люди убеждены, что за хлеб платить надо, за зрелище, в общем, особо не стоит. Но, тем не менее, это долгая тема. Но нужно понимать, что билеты, по большому счету, с точки зрения клуба, они, скажем так, дотационные. То есть клуб и так закладывает туда часть цены для того, чтобы болельщик пришел на стадион. Потому что билеты не окупают организацию игры и жизнь футбольного клуба. Клубы живут за счет каких-то других еще вещей. В первую очередь, это деньги владельцев, к сожалению, сейчас. Тенденция переламывается, к счастью. Все больше и больше часть дохода от коммерческой деятельности. Потому что это единственное нормальное, потому что независимой может команда быть только, в том числе, независимой от дури владельца, только команда независимой экономически. Это правда. Но это редкость. Таких у нас сейчас нет. Таких у нас сейчас нет. Более-менее адекватную финансовую политику ведет, кстати, с моей точки зрения, при всех моих претензиях к Федону Спартак. Это правда. И со строительством стадиона там много понятных вещей. То есть бизнес-логика мне Федона понятна. Но говорить о том, что закладывать в цену билеты, которые и так датируются, по сути, владельцам, потому что, опять-таки, без... Это игра в долгую. Без фаната, без болельщика футбола нет. Его сейчас, пока такая экономическая ситуация, пока макроэкономика не отрегулировалась, это на самом деле год-два-три. Все будет более-менее... Ну, если ничего в мире не кризиснет, все будет нормально. А мы будем платить за билеты намного дороже. К этому все ведем. Сколько сейчас стоит средний билет на российскую премьерную матч? По-разному. В каждом клубе. Давайте на топовые. ЦСКА, например. Опять-таки, здесь каждый клуб устанавливает свою планку. Сколько вы платите? Домашний. Я плачу за... Я, честно говоря, не особо помню. Простите меня уж. Я человек достаточно обеспеченный. Для меня эти траты в структуре семейного бюджета настолько незначимы, что я, в общем, сильно на эту тему не парюсь. Но каждый клуб устанавливает свою политику. Для многих это важно. Парни... Я вот скорее как-то так от парней слышал насчет ценовой политики. Больше не на своем опыте мне сказать. Немножко тяжело. Но каждый клуб ведет самостоятельную финансовую политику. Безусловно, каждый клуб устанавливает свои тарифы. И цены на билеты матча, условно говоря, Спартак-ЦСК и ЦСК-Спартак будут разными. Потому что кто домашняя команда, та и устанавливает цены на билеты. Это зависит от стадиона, зависит от игры, зависит от чего угодно. Но если цена будет повышена, то и болельщиков пойдет чуточку меньше. Фанаты, может быть, останутся, а обычные болельщики не так могут. Ну, в общем, на самом деле, с моей точки зрения, сейчас для... Ну, это моя точка зрения. Не все, я думаю, владельцы клуба со мной согласятся. С моей точки зрения, сейчас важнее дать картинку и забить стадион. Чтобы была действительно хорошая картинка. Чтобы у нас хорошие футболисты, сейчас более-менее нормальные поля. Если еще вот это, это будет нормальный телевизионный продукт. А еще хорошо бы не в декабре играть и в начале марта, а где-нибудь все-таки во время мая. А вот здесь, я знаете, с вами не совсем соглашусь. Вот говорят, когда о том, что футбол – это летний вид спорта, вы побегаете в 30-градусную жару и на трибуне посидите. А в минус 30 еще хуже. Да, лучше, иногда лучше уж чуть-чуть пусть подмораживает. Это правда. Ну, к сожалению, эта тема другая уже программа. Мы заканчиваем сегодня выяснение о том, кто такой современный фанат. Я благодарю нашего гостя. У нас был сегодня в студии Дмитрий Леков, журналист и фанат «Спартака». Можно я буду вас называть теперь? Спасибо, это именно так. Спасибо вам. Это была программа «На своем поле». До встречи через неделю.